Эзраэль Тарик очень хорошая, Эзраэль Браун хорошая. Погнали. Илья Рожков спросил, что пошло не так на World of Hugambit. Подготовка была не такая эффективная, как хотелось бы. Были некоторые проблемы с буткемпом. Думаю, что надо было возможно вначале в Корее, хотя не в Китае. Скримы, к сожалению, были не такие продуктивные, как мы хотели. И сервера, аккаунты, которые нам дали там, мы играли на не очень сильном китайском сервере, поэтому индивидуальная подготовка тоже была не очень хороша. Думаю, плюс, ужасно адаптировались к мете. В принципе, у СНГ игроков очень часто бывает такая проблема, когда все играли с ардентами, мы играли с Мальзахарами, саппортами и так далее. Поэтому, я думаю, совокупность много чего. Плюс, ну, группа реально была сильная, возможно, чуть недооценили лайн-гейминг. Много было ошибок в драфте, но думаю, что, скажем так, как мы подготовкой и тем, как там глобально, не знаю, команда была готова, мы не заслуживали там проходить дальше. Вот. Потом, второй вопрос. Второй вопрос. Георгинг Геворгян. Была ли причина ухода с СНГ Лоула, помимо возможности проявить себя в Европе? Да, была. Мне не поступило ни одного предложения с СНГ организации, которые хотели было работать на долгую перспективу. Я искал команду на долгую перспективу. Почему? Потому что после ухода с G2, когда я получил все знания, я всегда говорил, что мне надо 6 месяцев, чтобы построить команду. Это 6 месяцев, это 2 сплита. Пока что, то, что я видел, как-то команда в основном набирали составы на 1 сплит. Плюс финансовая ситуация в СНГ тоже не очень хороша. И потому, как меняется еще структура Лиги Легенд, с тем, что начали Riot Games больше обращать внимание на региональные лиги, с тем, что, ну, я все равно хотел бы, конечно же, работать главным тренером в ЛКС, то мне кажется, что, я скажем так, свою первую цель, поехать на чемпионат мира как главный тренер, поставил на второй план и начал работать на 2019 год. Поэтому я и принял Giants, а не там другие предложения, которые были. Я вам позже об этом еще расскажу. Давай честно. Когда посетила мысль, что с ростером в Леге все и пора крутиться? Мысль такой не было. То есть я к ростеру хорошо относился. Я расскажу чуть позже также про ростер в Леге, что пошло не так и так далее. Ну, понятно, меня, как любого разумного человека, который планирует наперед, когда я понимал, что там возможность очень большая, что мы не попадем в плей-офф, что я хочу дальше делать во сезоне. Но я не помню точно, когда я это посетила. Был момент, который был очень неприятный, который я также расскажу чуть позже, когда буду рассказывать полностью о ситуации в Леге. Почему я решил забросить стрейпинг-канал, да и группу, соответственно? Наверное, одно из самых ужасных решений, которые я сделал, я человек, который всегда четко расставляет приоритеты. То есть если я работаю с командой, я выкладываюсь на полную. Я всегда себя чувствую плохо, если я там стримлю, играю в другие игры, не делаю то, что я могу сделать для команды. Поэтому я скажу так, я жертвую чем-то одним всем ради того, чтобы достигнуть успеха в другом. Возможно, я не прав, возможно, это неправильный подход, но я это сделал. Думаю, что группу можно было не забрашивать, можно было постики писать и так далее. Со стримингом можно было стримить регулярно, но я балбес на самом деле. У меня... Я как-то вот настраиваюсь, знаешь, там постримить два раза в неделю, а потом понимаю, что у меня нет настроения, или скримы слишком тяжело пошли. Кажется иногда, что после тяжелого дня отдых стоит все-таки в приоритете, чем, скажем так, не то что второсортное хобби, но все-таки стриминг и группа это хобби. Но, скажем так, становлюсь старше и более профессиональной, и постараюсь за этим следить, и постараюсь стримить больше, группы не забрасывать, потому что как бы в основном из-за чего сейчас такое мнение обо мне сложилось в СНГ, это как раз таки из-за того, что я полностью ограничивал себя от общения со зрителями. Так что постараюсь возродить и группу, и стриминг. Во все-таки, как только сезон заканчивается, через две недели постараемся все сделать. Что произошло во время вовса, по счете решили не оставлять в команде и инви, если причины были разные. Инви ответил у меня в группе, почему. Они хотели видеть другого человека в роли тренера, предлагали ему оставаться аналитиком, он хотел быть тренером, поэтому, я так понимаю, Димон пошел в другую команду. По поводу меня, я думаю, что было немало человеческих факторов, по которым меня не хотели видеть. Возможно, я там влезал, возможно, даже невозможно, а были места, где я переходил планку и старался выполнить больше своих обязанностей, из-за этого, скажем так, были проблемы внутри организации со мной. Плюс, я думаю, также основная причина, когда у нас после поражения в групповой стадии плей-иноп, был весьма долгий разговор Грува, всех членов команды, мной и Димона, я им рассказал, в каком виде я бы хотел продолжить работу с командой. В следующем году мое видение совершенно не совпадало с Эдвардом, мое видение, я так понимаю, не совпадало с Грувом, с Тунцом, поэтому я думаю, что они просто хотели себе другого человека. Позже я даже хотел как-то, ну, позже я даже, можно так сказать, когда мне сообщили, там, через пару дней, что со мной работа не будет продолжена, а они сообщили, что, ну, с тобой мы работаем в 2016 году не будем. Я даже писал им и Эдварду, и Груву, что я согласился бы на те условия, на те обязанности, я буду выполнять те обязанности, которые они хотят, потому что я, на самом деле, передо мной как-то с горячей руки, мне сразу после поражения на ворсов, мне хотелось, вне зависимости от всего, в 2018 году поехать на ворсов и выступить нормально. Это видос для ютуба, да. И я говорил, блин, ребят, даже если, допустим, если вы хотите, чтобы за драфт отвечали игроки, чтобы последнее слово было там за Эдвардом или еще за кем-то, для меня это сработает. Они все равно не согласились, я так понимаю, уже видели кандидатуру в виде Атера, возможно, я не знаю, на тот момент или нет, или просто не хотели со мной работать. Поэтому, ну, как бы, я знал, что работа с гамбитами не продолжится ни в коем случае. Там даже если бы я пошел бы выполнять те действия, которые они требуют от меня. Жалею ли я об этом? Нет. Нет. Я невероятно доволен тем местом, где сейчас, я позже об этом расскажу. По поводу, что меня расстроило с гамбитами, сразу затрону эту историю, когда я пришел, во-первых, судить работу тренера за полтора месяца работы, это невозможно. Я всегда открыто говорил, мне на 6 месяцев, чтобы построить команду. Гамбитами, у меня не было кратбланша с гамбитами. То есть, я пришел, рассказывал полностью ситуацию. Мы проигрываем с Вегой. Мне владелец, еще заранее в Веге написал, Леша Кондаков, Алексей Кондаков, что если мы не уходим в плей-офф, со мной разрывается контракт. Со мной разрывается контракт. И многие ребята спрашивали меня, как так, типа, проиграл с Вегой, там, ну, проиграл с Вегой, не вышел в плей-офф, сбежал с корабля, погнал в другую команду. Я вам объясню. Две причины. Первая. То, что это не было, как бы, я не сбежал с корабля. Состав, я знал, что состав, скорее всего, будет дисбандиться. Меня уволили в тот же день, что мы проиграли. Я был безработный. Что такое безработный в 2017-2018 году тренер? Если ты проигрываешь, не уходишь на Вейл-карт, ты там с СНГ, с Турции, еще откуда-то, у тебя следующий сезон начинается очень и очень нескоро. Он начался в декабре, правильно? То есть мы проиграли, это было сразу после моего дня рождения, если не ошибаюсь, 10 августа. То есть 10 августа по декабрь у тебя нет работы. Для тренера, который хочет учиться и который хочет получать новые знания, это очень и очень долгий промежуток времени. Поэтому даже если бы я не пошел бы в Гамбита, если бы Гамбита бы не хотели, я бы все равно пытался найти команду, место, где я могу черпать знания, продолжать работать. Потому что, извините меня, сидеть там 5 месяцев, 5 месяцев на жопе, 4,5, это очень дохрена. А второе, я никогда не скрывал, что я очень и очень хотел поработать со стажером. Стажер ли Крит Кира, 3 игрока, с которыми я всегда мечтал поработать. На это есть свои причины. Потом я уже работал с бластингом с Вегой, то есть для меня поработать с этим составом было очень приятно. Я допустил невероятную ошибку, что я не рассказал об этом сразу же, почему я делаю этот мув, почему я иду помогать Гамбитам с тлэфами. И поэтому это выглядело очень неправильно для всех. Плюс, я думаю, что не надо было делать никакого анонса, что я присоединяюсь к Гамбитам, а надо было просто, знаешь, тихоря без анонсов сидеть сзади, помогать игрокам, получить то, что я от этого хочу, помочь им, как я хочу этого помочь, и все. По поводу работы... Сейчас позже расскажу, там будет вопрос еще по поводу того, что... Типа Шаркс пришел в Гамбиты и все стало плохо. Расскажу вам даже сейчас. В принципе, чтобы с этой системы перескочить. Придя в Гамбиты, как это произошло? С Вегой мы провалились, я списался с Эдвардом. Эдвард, нужна ли вам помощь на плей-оффы и на World's? Эдвард мне говорит, что три-ауты будут. Ну, приезжай на базу, будут три-ауты. Я там поспав три часа, приезжаю на три-ауты, целый скрим с ребятами провожу. Там пять игр или шесть игр, я уже не помню. Я помню, было 9 вечера, игры задерживались, я был в Никучи, потому что мало спал. Я помню, что после скримов я сразу же улетал в Минск. Потому что у меня билет в Минск был. Три-ауты прошли, я улетаю в Минск. Спустя пару дней мне Эдвард пишет, что они бы хотели работать. Приезжая на скримы, первые дни я в основном наблюдаю со стороны, чтобы полностью найти все ошибки и на чем я хочу работать. Я перед собой поставил четкие цели, которые я хотел выполнить там за, грубо говоря, четыре недели. Даже не за четыре недели, даже были четкие цели, которые я хотел к финалу и четкие цели, которые я хотел к чемпионату мира. К финалу цели, которые я себе ставил, это работа Киры и Даймонда. Даймонда, когда я пришел, не было вообще никакой синергии. Мид не играл вокруг леса, Лекция не играл вокруг Мида. Я очень много работал, мы ставили индивидуальные цели, разбирали с ними игры. Это была первая основная цель. Вторая цель. Научить ребят играть одной цели, вне зависимости от промежутка и времени в игре. То есть игра Gambit выглядела, они играли 2 плюс 1 плюс 2. То есть это была связка топ-джангл, которые, знаете, они играют 2 против всего мира, вне зависимости от того, что происходит на миду и на боте. Они делают что-то свое. Мид играл, то есть Киры просто был вот, сидел на миду и играл вокруг. Не то что себя, не то что эгоистично. Но он не использовал свои сильные стороны, чтобы помочь боту или топу, или как-то повлиять на игру сильно. И бот тоже играл как бы отдельно. Моя задача была научить так, что каждый раз, что мы, у нас, допустим, цель, знаете, мы играем вокруг дракона. То есть как только у нас есть общая командная цель, все, что мы делаем на топе, на боте или на миду, это все мы делаем ради того, чтобы забрать этого дракона. То есть мы там не деремся, мы там не идем на риски-плейсы и так далее. И третья основная цель, это была из Киры сделать агрессивного мидера, который может колить вещи, который может колить 2 на 2, который может колить инвейды, который берет своего лесника, чтобы поставить пинки, которые требуют ресурсы. Это вот как бы основные цели, которые я перед собой ставил. Было много небольших, не очень крупных целей, которые мы перед собой ставили. Но это в основном все были игровые цели, не связанные с драфтом. На драфт мы с Димоном малого еяли, мы давали свои мнения, статистику. Ну и понятно, что, скажем так, я бы никогда не взялся на себя, я бы никогда не взял на себя последнее слово в драфтах, если я только пришел в команду. Потому что это скорее всего на фредит, чем поможет. А по поводу драфтов на World's тоже был вопрос, там чуть ниже. Драфт это всегда коллективная работа, за кем-то есть там последний голос. Возможно, там последний голос тоже может быть коллективной работой. Но, скажем так, мы с Димоном давали свое мнение, но в основном в гамбитах драфтили игроки. И я думаю, так будет всегда. Я правда не знаю, драфтили ли сейчас там МТР или тоже коллективная работа, мне интересно. Но если драфтили МТР, то я думаю, это большая польза для гамбит. Вот, по поводу... Потом, когда мы играли финалы, и когда мы играли против ВН-19, хоть это была очень трудная серия 3-2, я в играх, там Димон не даст соврать, Тюнис не даст соврать, когда Кира в последней игре за Зигса колет сам, что он ТП-шница на топ, что он будет играть агрессивно на те вещи, которые он делал, я был очень доволен проделанной своей работой в гамбит. Цели, которые я перед собой поставил, я их выполнил. И как бы за промежуток в 4-5 недель там тяжело как-то полностью перестроить команду, да и передо мной это никогда не ставилось. Поэтому то, что ребята там, комьюнити думает, а-ля Шакс пришел, типа охреново отыграли чемпионат мира. Блин, я вам так скажу, за такой промежуток времени ты, во-первых, передо мной не ставил задачи кардинально поменять команду или что-то. Во-вторых, я не знаю ни одного тренера, который смог бы кардинально поменять команду за эти промежуток в 4 недели. Если вы почитаете интервью игроков, понятно, что игроки обычно в интервью не говорят ничего плохого, то вы увидите много позитивных отзывов в мой адрес. Но моя работа, я обычно выкладываюсь на полную, иногда делаю что-то плохое. То есть если я делаю что-то много хорошего, много хорошего, я иногда делаю что-то плохое. Допустим, какой-то конфликт неправильно разберу, куда-то полезу не в свои русла, что-то нарушу там. Короче, у меня есть такие ошибки, они у меня бывают всегда. И это, я думаю, также одна из причин, по которой там у Эдварда или еще у Даймода были какие-то негативные моменты со мной. Но это нормально. То есть я понимаю, что хорошие игроки, хорошие тренера всегда допускают ошибки. И с них учиться. Как бы с работой в Гамбит я доволен, не жалею об этом решении, жалею то, как это все произошло в комьюнити, потому что, а-ля, ты потеешь, стараешься, не обращаешь внимания, и потом типа куча говна на тебя выливается, но при этом я виноват в этом сам. Потому что это все было неправильно предоставлено комьюнити. Ну и обидно, что, я не понял почему, обидно, что Гамбиты поражения на Worlds свалили полностью на меня и на Димона, а-ля, мы увольняем наш тренерский штаб из-за выступления на Worlds. Это было, это звучало больше как оправдание. Потому что мне было, мне никогда, к сожалению, так и не сказали основные причины, почему со мной не хотели работать. То есть то, что я все рассказываю, это мои догадки. Но то, что увольняют нас из-за выступления на Worlds, это было смешно. Потому что, ну, меня, это как бы, там, грубо говоря, неделя один, подписываем Шаркса, довольный, он прошел двухнедельные трей-ауты, то есть и через четыре недели, грубо говоря, увольняем выступление на Worlds. Блин, ну, ребят, будьте честны, как бы вам ни один тренер за четыре недели не покажет результаты. Так что, вот, в принципе, вся ситуация с Гамбит. Работать со стажером доволен, то, что, блин, Санек, суперклассный игрок, суперполезный для команды, был бы у меня русский состав, работать со стажером было бы одно удовольствие. Мечтал бы всегда его к себе на топ-лейн. Давайте дальше пойдем. Что произойдет? Это мы ответили. Зойрин был выкинут, потому что ты хотел всегда взять шабли, три бурга иметь нельзя, верно? Это одна из причин. Вторая причина. Мне не нравился майндсет Зойрина. Человек, который был слишком закрыт, пассивно агрессивен, и с первого взгляда кажется очень сильно мейдером, но, возможно, много каких-то таких человеческих факторов, которые могут негативно повлиять на команду. И даже сейчас то, что они играют с Гринденом в Латинской Америке, они занимают последнее или предпоследнее место. Хотя два импорта, знаете, это весьма странно, почему так. И лига вроде не такая сильная, чтобы, по идее, игроки, как Гринден и Зойрон, должны вытаскивать команду. Почему дробовик не может мастер-челленджер апнуть? Я думаю, что у Женька всегда такая проблема. Есть многие игроки, которые великолепно играют в Компетитив, но их майндсет игры в салаку не подходит. Поэтому, возможно, это одна из причин, почему Женек не может апнуть челленджер и мастер. Это мы ответим. Почему кикнули Лекса весной? Типа, вы решили, что он виноват в поражении в плей-оффе. Я помню, что до того, как я пришел в команду, команда уже не хотела продолжать работу с Лексом. И только я видел команду, я не видел Лекса в ней. В первый момент. Была очень неприятная ситуация, что в последний день, чуть ли не в последний час подписания игроков на весенний сплит, я позвонил Лексу и хотел, чтобы он был в команде. Потому что кое-что с другими игроками поменялось так, что наш состав был готов меняться так, что я видел Лекса в команде. Поэтому я Лекса спрашивал. Это правда. Там Лекс меня удалил отовсюду, закинул в черный список, на меня сильно обиделся из-за этого. Но я думаю, у него есть на это причины, и причины были. То есть это было, конечно, непрофессионально с моей точки зрения. Я об этом сейчас расскажу, как я собирал состав Вегу. Это была, наверное, самая большая киберспортивная ошибка, которую я допустил. Брат поясни Шашлык Эдварда. Действительно так пиздат, как говорят? Или это очень субъективно, подробно за шашлык? Шашлык очень хорош. Вообще, игрок, который готовит лучше Эдварда, я таких игроков не знаю. Особенно, когда я был в Гамбит, Эдвард покупал какие-то там томаты, еще что-то, яйца и готовил, если я не ошибаюсь, это был армянский омлет. Ты просто брал лаваш, это у тебя такое какое-то томатное пюре получалось, ты макал туда лавашек. Это был самый лучший снег, который я когда-либо ел. Он такой же хорош, как и его шашлык. Но, к сожалению, фотографий шашлыка у меня нет. Поэтому, но шашлык Эдварда невероятен. Вообще, блин, ну, извините, он армянин. Как бы, это все объясняет. Готовит великолепно. Спасал нас всех на буткемпе. Брат, так, по твоему мнению, СНГ-регион движется вниз или вверх по уровню игры в эл-карт-регионах? И можно ли сказать, что главный бейс региона это малое количество кадров? Еще один вопрос. Как ты думаешь, возможен ли вариант, что РУ-регион сделает одну из национальных либер-рубок? Как ты относишься к этому раскладу? Движется вниз. Движется... Я не знаю, честно, как происходят дела в Южной Америке, потому что я знаю, в Бразилии у команды, у которой была лучшая структура в плане структура команды, Pain Gaming, меня туда приглашали, и меня эта структура манила. Они заняли последнее место и вылетели. Поэтому, возможно, в плане структур финансов она движется вниз, в качестве игры и кадров не факт. Тяжело очень сказать. Понятно, если сравнить сейчас СНГ с Турцией, то Турция прыгнула невероятно высоко, а СНГ прыгнула чуть вниз. Можно ли сказать, что главный бич региона это малое количество кадров? Да, да, еще раз да. Это... Я считаю, что две причины. Малое количество кадров. У нас кадры появляются. Гаджет, Савиор на тренерской позиции, шорти, это просто одно из лучших, что случилось с СНГ в этом сезоне. Кто у нас еще? Лодик сейчас играет за Гамбит активной заменой. Сори. Я сейчас всех не назову, но кадры появляются, и меня это очень радует. Ананасик, Шиганари, старые кадры, как Арчи, все еще слишком сильно мотивированные и большие молодцы. Мы об этом еще поговорим. Да, потом главный бич региона, я так скажу, Райты года полтора назад обещали перевозить а-ля там ребят, как Дейлор, опытных ребят из Европейской лиги и учить, скажем так, или наших тренеров, или игроков, и так далее. А-ля плеер-саммиты, которые они впервые сделали в этом сплитеке, я понимаю. Это надо было сделать давно. То, что я вижу, еще полтора года назад, год назад, Лас, Ланы привозили там Дейлор и делали презентации. То есть, проблема в том, что русскому комьюнити, русским тренерам, игрокам, особенно тем, которые не знают английский язык, очень тяжело учиться у других регионов. И я думаю, что райты должны были делать первый шаг, который поможет нашим ребятам, игрокам, тренерам, аналитикам, дать больше знаний извне. Я этот шаг, скажем так, смог проделать самостоятельно благодаря знанию английскому языку и пойти работать в G2. Я знания получил, которые я в ближайшие два года постараюсь использовать на максимум. Плюс у меня также остались все контакты сейчас с тренерами, с игроками. Я там с TSM общаюсь, с Fnatic общаюсь, с Dijove работает, с G2 общаюсь. То есть, у меня есть доступ к знаниям, у которых, у многих игроков, аналитиков, тренеров нет. То есть, я знаю, с Вертом общается много с Кимитикой Европы, поэтому это для них большой плюс. Я надеюсь, что райты будут как-то помогать. Возможно, следующий плеерсамент привезут там кого-нибудь из, там, Янгбаков заплатит, Дейлор заплатит, там, Волдон заплатит. Это было бы, я думаю, было бы очень полезно. Возможно ли вариант, что Ru Region сделают из национальной, Ru Region сделают одной из национальных лиг Европы. Как я вижу сейчас, приоритет на регионалке повышается, на Вайлкарте регион остается так же. Я еще слышал, что крайнов сейчас, я так понимаю, работать в европейском офисе и также он будет отвечать за региональные регионы, что будет в 2019 году, без понятия. Но уровень региональных лиг поднялся очень сильно. То есть, я вам там могу привести пример. Давайте мы зайдем на сайт LVPS сразу же. И вот, допустим, посмотрим испанскую лигу. Я вам просто покажу составы, хорошо? Вы, ребят, вы мало чего знаете об испанской лиге, но я вас немножко познакомлю. Вот мы идем сейчас на втором месте, отстаем на отречку от первой команды. Это команда Mad Lions. Великолепная структура, огромное количество финансов. А все игроки в челленджере, главный тренер, бывший ЛКС-игрок Ранаева, его многие могут знать. Один из лучших стрелков даже ЛКС уровня. Ребят, есть ребята, которых приглашали в NLCS, в Академике, вот этого парня, допустим. Верлип, Верлипу вы тоже знаете. Это первая команда. То есть, возьмете меня, нашу команду. У нас там все игроки, то, что я сегодня пост сделал, у меня пять игроков в топ-100 европейского сервера. То есть, талант есть. То есть, это, знаете, это как получается, как будто челленджерия. Movie Star Riders, я вам сейчас расскажу про эту команду. Невероятная структура. У них в составе 10 человек, 11, извините, у них 11 человек, то есть, у них две команды, и у них вот 10-man roster, о которых там ребята, о которых там многие команды там говорят, планируют, грубо говоря, как в Америке сейчас. Всего в команде по Лиге Легенд у них 22 человека. Психологи, аналитики, три тренера. С их тренерами отдельно работает Дейлор, Дейлор как раз-таки работает сейчас в этой организации. Синкров играл в ЛКСе, Хатрикс играл в ЛКСе, Ксайроса, вы знаете, из Дельфинов. Потом у них Мэджи Феликс, то есть, у них там состав просто сумасшедший, я правда не знаю, как он... А, вот замена, наверное. Вот. То есть, Флаксиш, Клайбак, который фанатик, играл Мэджи Феликс, там, конечно, звучит странно, но я не думаю, что СНГ там уступает или превосходит как-то Испанию. Благодаря чему она превосходит, что тут как бы за Испанскую Лигу отвечает ЛВП, Супер Лига, Оранж, а не напрямую Riot Games. А СНГ все-таки отвечает Riot Games. Поэтому именно со стороны организаторов подход чуть более профессиональный. Хотя я думаю, что со стороны организации как раз-таки подход намного более профессиональный в Испании, чем в СНГ. Это мы можем закрыть. Так, что у нас тут? Этот вопрос мы ответили. Я на Коте, как дела? Это мы об этом расскажем позже. Не планируешь опять бить в роли игрока как в 2015? Я задумывался об этом, я задумывался об этом перед этим сплитом. Может взять сплит-перерыв, пойти трейхардить, стать шотколером-игроком. И я подумал, что риск слишком велик. Аля, что если я не выведу механически и так далее? Потому что я бы очень хотел, скажем так, была бы вторая жизнь, возможно, я бы рискнул и попробовал бы стать, скажем так, вернувшись на позицию игрока, попробовав стать шотколером, капитаном, которых так не хватает в СНГ. Но это надо было, грубо говоря, рискнуть 6 месяцев. И, возможно, это не прокатит и поставит, возможно, крест на карьеру тренера, потому что, если ты тренера, ты пропускаешь сплит, то найти работу в следующем сплите весьма проблематично. Что случилось с Вегой летом? Почему так плохо выступили? Почему дисбанд приключился? Также сделал огромную ошибку, что не рассказывал, что, как, почему. Скажу сразу. Моя главная ошибка, я хреново собрал состав, я неправильно расставил роли и приоритеты в начале, как только мы собрали состав. Первое, о чем я не задумывался, я никогда до этого не собирал состав. Когда мы начали первый раз сотрудничать с Вегой, когда там был Торен Вайл Харт, это был Карпадим состав, который взяли меня, мне не надо было собирать состав. Потом мы, знаете, меняли игрока за игроком, но это не было сбор состава. Я примерно понимал, что я хочу в составе, но я допустил ошибку. Честно скажу, я переоценил свои возможности, что это будет очень глупо звучать. Я думал, что, возможно, не нужен будет человек, который смотрит, на 100% быть капитаном и шотколером, потому что я смогу постепенно со знаниями G2 постепенно научить игроков этим знаниям. И за счет того, что мы будем умнее всех остальных, там спустя некоторое время в СНГ, мы просто будем выкатывать, мы просто будем сильнее как команда, без шотколера. Сразу можно было поставить крест, потому что хорошего шотколера у нас не было, который, знаете, человек, который с опытом капитана и шотколера, потому что был вариант взять парня, который AUD, который сейчас тренирует, который сейчас тренирует Виталити, нет, не Виталити, Варгейминг вроде команду, он играл Виталити саппортом, но у него были чуть другие взгляды на тренировочный процесс и вообще на Лигу Легенд. И, возможно, с ним бы получилось, потому что он был четким шотколером, он был капитаном. Ошибку, которую я также допустил, так не было четкого капитана шотколера, я не поставил четкие роли в начале сплита, какой игрок за что у нас будет отвечать. И мы на этом начали работать в середине сплита, только над фундаментом команды. Я слишком зациклился на слишком сложных терминах, обстоятельствах, на макро, на миг, на развитии игроков и так далее, что мы скипнули базу и вспомнили о ней очень поздно. Это было... Я заинтил сплит этим. Пиздец заинтил. Обидно, стыдно перед владельцем, игроками и так далее. При этом я получал очень большие деньги в веге. И то, чтобы так заинтить сплит, это жопа. То есть, то, что произошло с вегой, это большая часть лежит на мне. Потом... Взял бы Арчи? Нет, это был летний сплит. Мне Арчи невероятно нравится как игрок. Классный капитан. Но надо... Как мне казалось, надо больше времени чтобы с ним поработать, чтобы выполнить... Чтобы достигнуть тех целей, которые ставила организация перед нами и мы ставили перед собой. Так скажу. Если бы это был весенний сплит, я бы взял Арчи и сработал бы с Арчи. Слишком классный парень. Я надеюсь, что он на меня не держит зла. Понимаю, что это было профессиональное решение. Сделать так мы сделали. Когда мы... Арчи был неделю на буткемпе, мы еще не подписали контракт и я принял решение взять до лорда. Не думаю, что это как бы повлияло на сплит. Честно, не думаю. Может там дробовик сейчас с Арчи играет, может дробовик и увидел там весь потенциал Арчи. Но был бы весенний сплит, блин, с Арчи можно сделать умного, очень умного игрока. Он классно может вести команду. Просто надо больше времени. Скажем так, возможно, это работало бы в СНГ, там надо было бы собирать команду и это был бы весенний сплит. Арчи, я думаю, это первый человек, которого я бы собрал. Третий пункт. Что можно было сделать? Я думаю, то, что сделали сейчас Роксы. Я не знаю, кто шутколит в Роксах, хотя я с Саверой много общаюсь, я его не спрашивал. Но я думаю, что Занзе начал занимать более лидирующую позицию сейчас в составе, чем он занимал в Веге. И его учат, как правильно использовать свои преимущества с помощью команды. Я думаю, что так как я с Занзей работал долго, я мог, это можно было сделать, у Занзей все есть для этого качества, сделать из Занзе основного капитана шутколера. И я с Занзей недавно переписывался, затронул эту тему. Я думаю, что я не знаю, как пошла бы команда, если бы с первого дня в весельном сплите я бы работал с Занзей как капитаном шутколером. Честно, не знаю. Но Овеги коротко провалил базу. Я не думаю, что мы настолько плохо играли, как думает комьюнити. А тут вопрос такой, почему так плохо выступили, заняли. Мы проиграли там решающую игру Just Там за попадание в плей-офф. было пару хороших моментов на Refrivals, когда мы Supermassive обыграли. Но в целом, да. При этом, что я могу сказать? Все игроки, которые сейчас, все тренера и игроки по отзывам, что я слышу, которые работали с игроками веги, которых я тренировал в весеннем сплюте, я слышу только позитивные отзывы. То есть, то, что дал хорошую базу, дал хорошее знание. То есть, я вроде и постарался дать знания игрокам, но их там, ну, это не то, что надо было тогда веге в тот момент. Нам нужен был четкий капитан, четкий шутколер, нужна была база и потом знания. Так что, я зафакапил. Это забавно, потому что я сам, помню, обвинял какую-то команду в этом и сделал такую же ошибку. Потом, по поводу веги, был один неприятный момент. Я думаю, я хочу о нем сказать. Когда, это было 27 июля, если не ошибаюсь, это мы проиграли одну из игр в конце регулярном сплите и шансы наплыва были уже низкие. И владелец Алексей Кондаков там начал писать очень интересные вещи мне в личные сообщения, что, мол, за такие деньги вы и так проебали сплит, и так далее, и т.д. и т.п. А Алексей Кондаков я отзывался очень хорошо до этого всегда. Но, когда, как я смотрю на организации и киберспортивные, владелец никогда не может говорить «вы», потому что владелец всегда может повлиять на все, что происходит в составе и для владельца любая команда это мы. И когда владелец пишет «вы», типа, «шакс ты там, типа, я только ЗП просил, типа, нихуя не сделал и так далее, это меня вырубило очень сильно. Женек в одном дробовик, в одном интервью сказал, что ему показалось, что шакс сдался в конце сплита. Я честно вам скажу, для меня это был большой удар, когда, типа, владелец такое написал и знаю, что это было неправда, то есть, я вам так скажу, я никогда, меня никогда не мотивировали деньги во время тренировочного процесса. Типа, я там не думаю, бля, типа, получаю такие бабки, бабки, надо пойти, типа, корею посмотреть. Мне вообще похорен, типа, получаешь ты там 100 долларов или там 10 тысяч долларов для меня, как-то на тренировочный процесс, на меня как человека в плане мотивации это не влияет. И для меня это большим ударом. Я честно скажу, я в тот момент, я понимал, какие ошибки я допустил, я понимал, что мне стыдно перед игроками, что я допустил такую фигню. Я понимал, что уже что-то поздно очень делают, потому что или мы сейчас так дожимаем и выходим в плей-офф, и там потом будет жесткий разговор, на котором мы пытаемся что-то поменять или жопа. Поэтому Женьку так казалось, что я сдался. Я честно, я честно не знал, что можно поменять, что можно предпринять. Потому что я понимал, что то, что я сделал в начале сплита, это было тотально пиздецом. Но я получил с этого хороший опыт. Потом по поводу Веги. Я реально хотел, это был летний сплит, я реально хотел работать с одной командой после G2 в СНГ на долгую перспективу. Я даже говорил боссу Алексею Кондакову, что блин, я хочу сделать типа династию, знаете, как G2 сделали в играх в 4 сплита, я хочу сделать то же самое. То есть, если бы мне босс написал, типа, бляш, ты проебал, и даю тебе второй шанс. Я бы согласился, наверное. Я бы понимал, какие ошибки я допустил. Ну, мы бы там поменяли бы это, поменяли бы то, два сплита впереди, весна, лето. Но, когда тебе пишут, что еще регулярка не закончилась, тебе пишут, ты уволен, если ты не проходишь плей-офф, и типа, работаешь только за бабки и так далее, это было жестко. Как бы, странно, я не думаю, что это был правильный подход. Я бы, ну, если бы подход был Борелли профессиональный, он бы не был настолько вспыльчив. Возможно, я бы сейчас работал в Веге, там, чуть с другим составом и так далее. Потому что, скажем так, Занзой бы хотелось бы, Занзой просто величайший игрок. С этим бы игроком работал бы каждый сплит в любой команде САГ, не САГ команда. Надеюсь, надеюсь, у Занзой будет все хорошо. Потом, что еще? А еще проблема, которая была, не знаю, повлияло она на выход плей-офф или нет. У Санька, в Нанхоле, были личные проблемы, которые мы уважали и которых я не буду говорить на стриме, на стриме, но последние, вроде, 4-5 недель регулярно сплитая тайбрейков, его не было. Возможно, даже рефрайвался, я не помню точно. Но 4-5 недель вроде. Его не было на буткемпе, поэтому на буткемпе у нас было, ну, все, все, кроме Санька. Из-за этого, как бы, командные разборы были не такие эффективные и прогресс был не такой быстрый. Я, как бы, я понимал, с человеческой точки зрения я не мог его заставить быть на буткемпе. Поэтому, возможно, это как-то повлияло, но я думаю, это последняя проблема, которая была. Вот, вот ситуация про вегу полностью. Что случилось с вега летом? Рассказал, почему кикнули с гамбит? Рассказал до этого. Как можно после прогреша команду идти в другую? Рассказал. Это не деньги, ребят. Я в гамбитах не получал много денег. Много денег. То есть, это просто желание работать с игроками, желание не сидеть на жопе. То есть, если вы считаете, что желание не сидеть на жопе и отдыхать, это желание не сидеть на жопе и отдыхать, это плохая мотивация, то как бы, я не ушел в своей команде, меня уволили, мне говорят, шаг с тобой, контракт разорван, ты безработный. Как бы, все. Там же четкий был анонс, смотрите, сбандимый состав. Это я не понимаю, откуда до сих пор такие слухи, что типа, вы ушли со своей команды, ушел со своей команды. Если бы я говорю, мне режут зарплаты, мне говорят, шаг, ты что у нас, ты там, будешь работать в связи в 2018 год, блин, я бы не пошел в гамбита. Потому что, я не просил бы, ребят, слушайте, отпустите меня, я хочу пойти в другую команду. Потому что, у меня всегда были очень теплые отношения к боссу и к организации до того момента, который тяжело очень простить. Главный вопрос, кто драфтил над чем гамбитом, рассказал, это была коллективная фигня, но последнее слово, я даже не помню, за кем было. Там не было такое, это было коллективное. Ошибки были в драфте, ошибки были в драфте, которые допустили на сцене. И мы о них знали. И мы, скажем так, драфт шел не по плану, потому что планировали до этого. То есть, там был момент, точно скажу, привести пример. Помню, что у нас только было два топера на блендпик, один был Чугат, второй, я не помню, что это было возможно, Гнар, Гнар Чугат. Гнар вроде был в бане, Чугат был open. Мы берем блендпик Камилу и делаем ту же ошибку, которую мы сделали, как раз таки против М19 в финальной игре. Это была игра против М19 в финальной игре в финалах летних. Тогда мы взяли Джакса, Камилу на топ-блайнд, Смурф мог играть на Джаксе. И этот матчап очень плохой для Камилы. И они, у них был Грагас, если я не ошибаюсь, у них был Грагас уже взят. И они должны были отправлять Грагаса в лес, Джакса на топ, и возможно, возможно, мы бы ту игру проиграли и М19 бы поехали на чемпионат мира. Они засали или что-то произошло, они взяли Маука, отправили Маука в джангл, Грагаса на топ, и все. То есть мы, мы тогда еще обсудили сразу после финала, что это был ин в драфте, что Камилу нельзя было брать Белайнд, если мы знаем, что парень играет на Джаксе. Мы четко знали, что Лайна играют на Джаксе, и мы берем Блайнпик Камилу, вроде когда Чокот был открыт. То есть были такие ошибки, не разбери ха, суете ха на сцене. И это как бы вина всех нас и ребята, моя и Димона, поэтому, как бы, я думаю, что то, что произошло на ЧМ, это коллектив, там не надо винить кого-то одного. Вот в принципе все. Я все рассказал, что хотел, отвечая на последний вопрос, Яна Котик, как дела? Дела прекрасно, уже два месяца в Испании, состав классный, у нас не было никаких целей ни на весенний, ни на летний сплит, ну на весенний сплит точно не было. Занимаем второе место прямо сейчас, сатрем, уже точно гарантировали, гарантировали себе плей-офф за два матча до окончания, до окончания сезона. Сегодня выиграли очень сильную команду Asus, там где у них, допустим, играет Лама Бер, который играл в ЛКС, Седрион, который играл в PSG, то есть, ребята сильные, поэтому, как говорится, ждем плей-офф. Плей-офф у нас, полфинал у нас в Бартелоне 20-го числа, скорее всего, будем играть против Мови Старайдерс, подготовка к ним очень тяжело, один человек в составе, попробую подготовиться к БЛ-5, и тут вроде правило, что они могут менять состав вообще, как захотят, а финал будет в Мурсе 23-го вроде, так что посмотрим, будем готовиться, дела прекрасные, Испания мне нравится, климат прекрасный, ребята классные, организация супер, пока вообще ни одной претензии нет. Если тебе дадут карт-бланш на весенний сплит-вултсел, то вернешься, это ты про 2019 год без понятия, я вообще не знаю, что будет с Лига Лиги в том году, но контракт у меня подписан на огоршенцами, и тут у нас, скажем так, план на долгую перспективу вне зависимости от результатов. То есть, если там я, грубо говоря, ничего категорического не произойдет, а-ля там я игроков на наркотики не подсажу, или там что-то такое сделаю, за чего меня могут уволить сразу же, то я думаю, я тут на весенний сплит остаюсь, и свою цель, которую я перед собой ставил сразу после обеда, то, что я хочу на чемпионат мира главным тренером поехать, я ее переношу на 2019 год. Так что, дела все хорошо, постараюсь вам почаще апдейтить паблики, что да как дела, фотки там, стримы буду заводить. Можете, давайте я отвечу теперь на ваши вопросы, я это потом выпишу, я это потом вырежу и закину на YouTube. Давно я на русском языке так долго не разговаривал, на самом деле. Отвечу на ваши вопросы, все, которые у вас есть, возможно, по тем ответам, которые я вам дал сейчас, может даже одну игру постримлю на сморфе, почему бы и нет. Так что давайте, я не знаю, сколько у вас человек, там человек 30 есть хотя бы, может там все свалили, блин, я даже не знаю, как посмотреть, у меня все закрыто. А дэшборд, 104 человека, неплохо. Так что можете задавать все вопросы, которые были до этого или сейчас, я пока еще постепенно расскажу. А, там по поводу ЛЦЛа был где-то вопрос, я его пропустил, нет? А, вот, я вопрос этим пропустил. В основном же, как Шарксу, нынешний сплит и ЛЦЛ. Очень рад же Занзу, невероятно рад за Арчи дробовика, Арчи молодчик, типа, хоть я поступил с ним так, я не думаю, что, ну, я не жалею об этом, я не думаю, что это было правильно, но Арчи красавчик, то, что он делает с группой, с комьюнити, все это, большой-большой молодец. Денчик ультиматум, новый парниша в комьюнити, именно в ЛЦЛе, красавчик, Север, красавчик, большой респект. Кто у нас там еще? Джасты в очередной раз выигрывают айбреки. Драгонарми не прошли, да, у нас? Драгонарми не прошли, никогда не был фанатом Койфиша, слишком много говорит, слишком мало делает. Дроба Номанса, как сейчас тебе Номанса, дробовик по его отдельности? Тяжело судить дробовика? Очень. Номанс, в принципе, становится лучше, лучший игрок каждую игру. Как бы, как, я не знаю, как бы Номанс сейчас отозвался о работе со мной, без понятия, вроде в каких-то интервьюхах он положительно отозвался, но, мне кажется, мы с Вегой Номанзу, особенно я с дробовиком, дали Номанзу неплохой буст для того, чтобы хорошо выступать в ЛЦЛе. Денчик ультиматум, лучший тренер ЛЦЛ? Нет, не думаю. Тяжело очень сказать. Тренер, ребят, тренер, там слишком много, для каждого игрока тренер термин разный. То есть, лучшие драфты, нет, не согласен. Лучший, как бы все, то, что могу судить со стороны драфты, но драфты, это коллективная работа. Откуда я знаю, играют ли у него игроки на этом или не играют. Как вся ситуация, что происходит? Ух ты, вопросов. Прогнозы на ЛЦЛ, финал Роксы, гамбит, и будет полная заруба. Но, думаю, что у Роксов будет очень тяжелый матч с М19. Хотя, знаю, что в М19 Му, который соберет команду и Смур, который всегда вывезет, то, будет Роксам очень тяжело. Лекрит, все окончил карьеру в Лиге Легенд? Без понятия. Че с Алексеем? Ты не в курсе? Что у них есть из русских? Без понятия. Стримит просто и все. Стажер был лучше в лесу и на топе. Я думаю, что на топе был лучше, потому что в лесу играл не так долго, но ему, как человеку, как игроку и в плане потенциала лесник, лесник для него лучше, чем топпер. Что думаешь о бане Лекрита? Глупый бан. Он этого не заслужил. Очень неправильный бан. Насколько тебе не нравится политика райот в плане турниров? Три международные турниры год, два в которых крупных, только один из которых важный, а потом перерыв. Никогда не судил. Я тот человек, перед которым, скажем так, старый...